Всем привет! В этом видео поговорим о том, как ожидания могут способствовать работоспособности отношений, договоренностей, конкретных ситуаций и так далее. И очень много разговоров посвящено тому, как от них избавиться и как жить без них. Ожидания являются частью выживательного механизма человека. Мозг подгоняет нам картинки, основанные на прошлом, и таким образом задает ему команды действовать тем или иным способом, чтобы предотвратить опасность. У нас ожидания есть всегда. Наряду с тем потоком мыслей, разговором, который всегда где-то фоном присутствует у нас в голове. Это то же самое, что с медитацией. Я могу остановить поток мыслей. Если вы уверены, что вы можете остановить поток мыслей, ни о чем не думать, прислушайтесь, и, возможно, то, что вы ни о чем не думаете, является лишь еще одной мыслью у вас в голове. Разговор о том, что ожиданий у нас нет, это всего лишь разговор об этом. Я заимствую этот материал у Вернера Эрхарда и Майкла Дженсона. Я опубликую внизу ссылку на статью о целостности, о глобальной такой, самополагающей дистинкции всей этой работы. Статья по-английски. Почему вы до сих пор не читаете по-английски, мы сейчас обсуждать не будем. Тем, кто владеет языком в достаточной степени, пожалуйста, welcome, изучайте, смотрите. Всегда, когда ожидания не встречены, если вы со своей стороны не встретили ожидания другого человека, если то, чего вы ожидали другого, не было выполнено, это ведет к нарушению целостности, к неработоспособности. И все, что нам необходимо сделать, это вытащить все ожидания по максимуму наружу. Со своей стороны, заключая определенную договоренность, обсуждая план действий, пожалуйста, обратите внимание на все ожидания, которые у вас есть. Помимо того, что вы проговариваете с партнером, с контрагентом, в любой ситуации, даже самой бытовой, обратите внимание на то, чего вы ожидаете вообще от этой ситуации, как она для вас будет выглядеть. Проговорите просьбу или узнайте о возможности человека, с которым вы общаетесь, выполнить то, чего вы ожидаете. Для большей ясности, аутентично давая возможность человеку отказать вам, видя, что человек может ваши ожидания отклонить. Со стороны человека, с которым вы заключаете договоренность, также всегда будут присутствовать ожидания. Но не факт, что все их он может высказать и даже различить в своем внутреннем разговоре. Поэтому для большей работоспособности, для большей целостности ситуации, в которой я вам предлагаю выспросить и видать обо всех ожиданиях, которые у человека могут быть. Дать очень четкое обещание в отношении того, что вы собираетесь делать, что вы гарантируете со своей стороны. и оговорить, что все остальное вы от себя не обещаете. Разграничить четко те зоны, которые вы обязуетесь выполнить. Подводя итог, ожидания могут быть нам помощниками. Что нам необходимо сделать? Так это вывести их на поверхность. Со своей стороны проговорить ожидания, запросить возможности. и вытащить на поверхность, проговорить ожидания другого человека или группы людей, с которой вы взаимодействуете. Отклонить ожидания. Вы можете сфокусироваться на том обещании, которое даете, и отклонить все остальное, что потенциально может возникнуть. Чтобы и та сторона, и вы прекрасно представляли то, что кому обещает, и на что мы можем рассчитывать. Это не разговор про правоту. Это не разговор про то, как лучше выглядеть в глазах другого. Отказ от определенных запросов вовсе не обязан быть конфликтом. Вы вполне имеете право отклонять и оговаривать то, в отношении чего вы даете свое слово. Так же, как ваша аутентичность в отношении того, что человек или группа людей, с которой вы имеете дело, может и ваши ожидания отклонить. Что нам важно, так это ясность, четкость, работоспособность и результат. Я надеюсь, видео было вам полезным. Я благодарю вас за то, что досмотрели его до конца. Поделитесь в комментариях, если сразу удалось увидеть пользу для себя, если в голову пришла какая-то конкретная ситуация, в которой вы это будете использовать, с вопросами, если они возникли. И включайтесь в разговор, подписывайтесь на канал, обязательно подпишитесь на уведомления, чтобы YouTube напоминал вам о том, что вышло новое видео. До скорых новых встреч!